Девушки отдыхают Мы также с вами видим годовалых лосят Мы их кормить не будем, но их посмотрите И под конец кучи посмотрите на новорожденных лосят Которые появились у нас буквально 25 апреля Меня, пожалуйста, никуда не уходим У нас несколько лосей гуляют свободно по территории Возможно, кто-то из них встанет к вам, подойдет полакомиться морковкой Главное, чтобы детей не ставьте впереди Перед лосихой Испугается, побежит Детьми лучше подходить к тем лосихам, которые будут взаимы Ну и к другим группам, пожалуйста, не присоединяйтесь Если неинтересно, можно просто отойти в сторонку, постоять Смотреть на лосе, а потом пойдем к следующей группе Глядя мы будем примерно соргать Ну что, пойдемте? Паркет статистически Да, да, да Ну, по-моему, по-моему, по-моему Ну, по-моему, по-моему Ну, по-моему Давай, чтобы не было у нас Турские люди, вы что знаете, какой-то, да? Схема Но я же не знаю, я что-то заеду Я даже не подумал об этом Я просто ручилась такая мысль И то уже, когда все умерет А вот,�алья, если я не Sternberg Ты такой, я как-то забегався И я не знаю, почему На сильных ученые Я не знаю, просто Литается Не нужно Лит Maintenника Лит nineteen Продолжение следует... 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 С такими рогами, естественно, никого он, более сильных соперников, победить не смог и, к сожалению, пал в смерть краба. Мы его нашли мертвым. Расскажите про панты. Вот у оленей панты они таки цветные, а у лосей? У лосей тоже, но у нас нет такого количества лосей, поэтому мы не занимаемся этим. В основном используются панты моралов. Они и по размерам больше, и по весу больше. У нас в Костомской области есть пантовое хозяйство, оно расположено в Парфеневском районе, там в Салтаре завезли вот этих оленей, разводят их, аржейки все проводят. Они не работают, а? Нет, там есть вот тоже вещества, пантовые орналы, никто этим не занимается. У нас в стране всего лишь две лосиные фермы, поэтому, кто будет заниматься? У нас молочное направление, в Печерли-Лычинском заповеднике. Это как он? А еще лосиные палали? Не знаю, первый раз, совершенно. У вас получается тоже делается, если масса раздают? Ну, не важно, ну, не, ну, примерно 50 на 50 раздают. Бывают больше мальчиков больше, больше девочек больше. Нет, понимаете, не важно кто, ну, конечно, как не важно, важно, когда лосядам располняется 5-6 месяцев, большая часть лосяд нас добавляет. Себе мы обычно оставляем 5 штук, что в поголовье у нас было примерно на одном уровне. Да, да, да. Покупают в основном организации, это заповедники, национальные парки, зоопарки, аспорт, хозяйство. И сейчас очень многие предприниматели стали покупать лосяд с целью создания такой же фирмы, как у нас. Например, из Тюменской области несколько лет назад мужчина купил сразу 9 лосядов. Хотел, чтоб люди, мальчик 40, девочка 90 тысяч. Пытается, делает. Ну, конечно, думаете, так легко. Вот у нас фирма была организована в 1963 году. Были найдены дикие лосяда, а первое потомство получили только в 1970 году. А в 2011 году родился в 2018 году. Ну, это так легко и просто все. Это очень сложно. Да, и он тоже. Сначала вроде у него интерес был, может, потом что-то не очень, даже наших работников приглашал туда на работу. Я даже не могу сказать. Давно не было. Потом пандемия. Особенно доятнее. Ну, это давно уже упало. Надо просто в интернете зайти и поискать лосиную фирму в Тюменской области. В поисковике у вас сразу появится, вы можете узнать там информацию. Вопрос еще пока есть по лосихам? Нет? Давайте мы с вами сейчас перейдем к нашим годовикам. Да. Будьте, пожалуйста, осторожны. Там лежит лосинка. Не надо ее окружать полностью по очереди. Если хотите, можете, пожалуйста, подойти, смотографироваться. Вот это не все сразу. Вы пугаетесь, она встанет и уйдет. Дай Бог, если еще кого-нибудь вступит. Поэтому лучше и тихо покойтесь. Развешивайтесь. Пап, иди его, пожалуйста. Твой сын. Не занимайся вопитанием, а? Стой, ну, вратно! Что-то еще упало. Пап, иди, я не знаю. Как-то сходи, вратно. Вратно, вратно, вратно. Вот, вратно, вратно, вратно. Но вратно, 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 вратно. И по 15-му. Вот, наверное. Она пришла, видимо, натусила и говорит, я так устала гулять. Ева, Ева! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Осенью, когда листва опадают, основной пищей для лосей являются тонкие веточки. Но нам не заготовить столько веточного форма для тех наших лосей. На сегодняшний день у нас 24 особи возрастом от года до 18 лет. Поэтому с наступлением каладов начинаем заготавливать для них осиновый стадо. Вот видите, что подробно подрезаем, и в кормушку возим, они подходит. Раньше, чтобы здесь не было прокормить лосей, после новогодних праздников, все стадо в нас переводилось в так называемые зимние лоси. Он, как положено, был в 50 километрах от нашей фермы в лесу. Там находилась белянка для заготовки кормов, и построен был один единственный загон, это загон для туристов. Люди также с 10 до 15 приезжали на инсту, доходили внутрь этого загона, угощали лосей маковкой, а лоси вокруг загона гуляли на свободе. Они находились там, естественно, в культуре. При желании они могли уйти, но... До трех часов дня они как бы находились на этой смотровой площадке, потом они уходили в лес, в белянку, где производилась заготовка деревьев. Потому что, когда дерево падает, самые тонкие веточки ломаются, какие-то кустики бывают повреждены, все это находят, объедают, ложатся спать. Пят, они прям на снегу. А утром они все собирались на смотровую площадку и ждали, когда приедет машина и приедет их любимый овсяный пакет. Все наши лосицы с утра получают овсяную пакет. Это стимул для того, чтобы они приходили. На воде? Да крупномолотый овес, он запаривается кипяточком, разбухает, и такую кашу они очень любят. У лосейдованки интересное строение зубов. У них, как у человека, 32 зуба, 10 резцов у них находятся спереди, на нижней челюсти. Сверху зубов нету, как у лоси. Поэтому они не кусаются. И вот этими нижними зубами они могут добывать себе пищу, то есть соскабливают кору с деревьев, кушают веточки, грязут веточки. Эти зубы у них постепенно стачиваются, когда они кушают твердую пищу. Зубов хватает примерно до 10-12 лет жизни. Когда зубов практически не остается, лос не может добыть себе нужное количество пищи, организм его подбивает, а он погибает. За счет того, что в зимний период мы отделяем в этой лосине у коров ствола, даем лосикам, они ее проглатывают. А данное животное является жвачицей, как коровы. И набив полностью желудок пищи, часть еды они отрыгивают из организма и начинают перетирать верхними и нижними жвачными зубами. Сохраняя зубы, мы, соответственно, продлеваем жизнь нашим лосиком где-то до 16-18 лет. Самая старшая лосиком в ферме, это новая, ей сейчас 18 лет уже есть. Потом идет яка, ей 17 лет. Потом вот там за саральчиком видели, сбоку лежат велосипеды не феи, я знаю, ей по 15 лет. Каждого возраста, весь список по годам можно посмотреть шовинирные лавочки. Ежегодно у нас, повторюсь, рождаются от 15 до 25 лосят. Те лосята, которые родились в нашем родильном отделении, они имеют имена по первой букве имени Маль. Все имена у них начинаются на три буквы. На Л, на Н и на Я. Эта традиция идет с момента создания нашей фермы, с 1963 года. Сначала в лесах нашей Косновской области были найдены дикие лосята. Из них получились три основные лосики. Это Люстра, Нея и Ямайка. Гердословно, от этих трех самочек до сегодняшнего дня можно последить. Имена у них не повторяют. Кроме этих лосят к нам ежегодно на ферму привозят найденышей. Бывает, браконьеры матери били, лосиху сбили машиной. Просто нашли лосенка в лесу, отстал от матери как-то. И вот откуда лосенка привезли, на ту букву мы обычно его и называем. Например, вот Акуночка Ярославская девочка. И та Чичига из Ивановской области приехали. А, скажите, букву А и Я. Я и Я у нас занята, поэтому все ярославские лосята на букву А. У нас есть лосиха Ария. Сирену нашли в Солигальческом районе нашей Косновской области. Василиса приехала 11 лет назад из Вологодской области. Ну, в возрасте трех лет Василиса родила у нас, можно сказать, бомба новая появилась. Василиса через год родила Витона, потом родила Валета Венеру. Венера 22 апреля 2020 года родила Веру. Весна, Викуся, Варвара. Это все лосята Василисы. Ну, и 25 апреля Василиса самая первая в этом году родила нам двух лосят, мальчика и девочку. Сейчас мы посмотрим на них. У мальчиков у них красные ошейнички, у девочек у них белые ошейнички. На ошейниках написано имя мамы. Имена лосятам еще не дали. Сначала все родятся. Определим, да, какие имена будут. Будут сшиты и мошенники новые. Бирочка будет сделана с именем. Все будет как у лосяих. Еще не все родили, кстати? Нет, конечно. Половина лосяих принесла потом, что еще половина. Кто к нам сирена подходила, ностра под вопросом, ежура тоже. Все они беременны были? Ну, трудно сказать. Понимаете, аппарата в УЗИ нету. То ли она сыта, то ли она беременна. Вот если она 1 июня не родит никого, значит, она была не беременна. А как вы понимаете, то, что она рожает? Рожает, но она очень интенсивно ходит вдоль изгородя, часто отказывается от еды. Вы ее запираете, то есть, да? Да, никуда мы ее не запираем. Она ходит вдоль, вот по этому загону, по кругам. Ходит, видите, там как все вытоптано. Потом она уходит в лес, доярка обходит эту территорию, смотрит, то ли она просто легла в тенек полежать, то ли она пошла рожать. То есть там пристальное внимание вырезали? Ну, самый напряженный месяц, это вот апрель-май. Конец апреля, начало мая. Астана даже забрала. Сейчас. Успеть, да. Ошельники с датчиками, да, у вас? А получается, они, когда доярки, да, когда рожает, эти же доярки потом к этим же деткам подходят? Или другие доярки к деткам подходят? Нет, которые у нас... Два вида доярки. Нет, у нас есть воспитатели, которые занимаются лосятами. А воспитатели потом могут стать доярками? Доярка, у этих же лосят. А зачем? Они не... Укажу своя задача. Воспитатели, это лосиная мама. Вот, за ней будут ходить маленькие лосята. Вот эти подростки будут у них. А доярка, она выполняет роль лосенка. И уже она к ней будет приходить доярка. Э, лосиха, извините. Да, за новозок. Она будет ее защищать, она будет ее кормить. Так, мы кормим? Да, да, да. За ней будет ходить. Часто у нас бывает, кто-то из лосих очень далеко уходит. И чтобы, скажем так, вернуть эту лосиху, берем или воспитателя, если эта молодая, подросток ушел, или доярку любимую. Выезжаем на место, находим эту лосиху в лесу. Дальше, на 300-400 она начинает ее кричать. Она ее услышит. И за ней выйдет, угостится там мокровкой. Оближет ей руки и пойдет на ней. У лосей зрение не очень. У них слабое зрение. У них в основном слух и обоняние. Слух и обоняние. Ну, не до такой степени, чтобы не отличить человека от лосенка. Да, но просто в тот момент, кто остается, кто подпискает, кто пахнет лосенком, это все. Это лосенок. Я буду его любить, защищать. Подходит две женщины, одна лосенка. Ну, да. Нет, а потом они меняются. Главное, руки опустятить около плотной воды, да и лосих облизать, обнюхать их на одежде. Вот эта остатка последов остается. Смелая, да, я так понимаю. Ну, а что делать, да. Не боится, что она у меня. Да, да. Аккуратно подходить к нему. Да, да. Даже когда лосенка забирают, ему закрывают ротик, чтобы он не пищал. Потому что малейший пист, лосиха моментально отскакивает, там бросая лосенка спасается. Ну, что, пойдемте посмотрим лосят, наверное, да? Да, да, да. Да, да, да. И стихнивок. Да, да. Да. Буду вообще вновь ехать. То есть, это вот девочка слева, да? То есть, вот слева одна девочка, да? С белой мошенником. Да, с белой мошенником. Прикольный. А за дверями, за белыми, это что за мошенник? Вот он граждается его, пока первые сутки он отденится Вот там, да? Под лампой? Да, под лампой Прям как у людей Родился раз под лампой Даже минус 3 было, холодно Если где-то с мамой Мама поближе ляжет, все-таки потеплее будет Там подписка идет за забором, да? Там совсем не маленький Там совсем не маленький Ай-тай-тай Есть еще вчера родился А-а-а А-а-а Ну где-то же, все-таки, все-таки, все-таки Вот кто-то хочет Чего? А-а-а Где-то мне не видно ничего Ну что, не все одинаковые, да? Иди, пожалуйста Садитесь одинаковые, правда? Му-му-му-му-му-му-му-му-pu-му-му-му-ну Потому что, если его поставить в час Софарк Значит, в первый месяц лосятки у нас находятся в ресторане. Первые две недели их выпаивают с соской молоком, потом постепенно отключают от соски, отключают и искащают. Лосята рождаются зубами, поэтому, когда у нас появляются первые листочки петологии, спитатели ходят в лес, собираются в петологию и дают лосяту. В пятый день желательно, чтобы лосятки начали питаться. В третьем месяце мы переводим лосят в другую загонку, который называется детский сад. В этом детском саду они как дети будут находиться с 9 утра и до 16 часов. После того, как заканчивается последняя экскурсия на первые, загон приходит на себя. Человек начинает громко звать лосята, лосята, они знают его голос, все встают и отправляются за этим человеком гулять на всю ночь в лес. С месячного возраста лосята гуляют в ресторане. Они адаптированы к естественному условию, адаптируются. В 6 приходят в лес, остаются там, воспитатель разводит костер, сидит, отдыхает. В 6 утра мы подъем, громким голосом он всех собирает опять, потому что в крови их не видно практически. Всех собрал, привел. В 2 месяца костер лосята разводят уже с вами. Нет, приводят лосята обратно сюда на ферму, они получают после уже молочной смеси. Ну, в 10 часов начинаются у нас экскурсии, люди заходят прямо в детский сад, ходят между лосятами. Есть одно ограничение, лосят нельзя гладить до августа. Дело в том, что лосят практически нет в детстве. Это лично животное. А в людей очень много домашних животных стало, люди все равно пытаются руки протянуть, мордочку потрогать, пальцы дают облизывать, уши начинают пробовать лосят. Лосятки потом облизывают друг друга, остатки молочные смеси, уши друг друга вырезают, когда лежат вот так кучно. Естественно, такие микробы могут попасть в организм, лосятки, он заболеет, и у вас плачат очень сложно. Ну, а в конце июля, когда они начинают линять, вот этот пушок, который нужен им для того, чтобы защитить заборосков, насекомых, плетней, оводов, он начинает выпадать, появляется уже зимняя шеф, и врач разрешает гладить их подкинку. С того места, где они обочерединяют. А как они вылезли с таким слабым? А там нет такой заразы. Где там дома? Да. У людей сколько на руках. Там все равно более как-то естественно. Хотя же рацион питания у них богатые, они их кушают, стоят и ставят красные растения. Ребеньки, решайники, водороски. Те же мухоморы, они едят только для того, чтобы убрать от быстрых. Самое молоко такое полезное? Нет. Растут лосята довольно-таки быстро. За полгода они набирают массу до 100 кг. Когда им исполняется 5-6 месяцев, больше 5 лосят продается. Теперь оставляем 5-6 месяцев. Ну, в прошлом году 7 оставили. В том числе это, повторили, значит, заповедники, национальные парки, охотхозяйства, зоопарки. Ну, для дальнейшего разведения Новгородской области. К примеру, к нам сейчас поступила заявка с Новгородской области сразу на 6 лосят. Спросит 5 девочек дома. Но они просят месячных, хотя, чтобы приучить их к новому света. А состоится сделка? Ну, подождите, надо. Родились, чтобы все, опять же, пол-выкормить надо, хотя бы месяц. А они перепривыкают? Мы не гарантируем никому ничего. Перепривыкают, да, к новому света? Да, кто их кормит? Ну, маленькую воду. Да, можно еще. Там, за 2-3 месяцев можно приучить на воду. Вокруг нашей фирмы создан заказник. Это особо охраняемая природная территория площадью более 36000 грн. Здесь запрещено охоту уже много лет. В дорогах, естественно, здесь не так много. Волки на территории нашего заказника не проживают. Но они заходят в зимний период из соседних районов, в Савановской области были случаи. Медведи есть на территории нашего заказника, в данном случае с нападением медведей на наши последние места. К сожалению, у нас встречаются стаи бездомных собак. Вот эти собаки не могут напасть на маленьких лошадях. Поэтому воспитателю нужен для того, чтобы защититься от бездомных собак. В сентябре месяце, когда лосята уже подросли, довольно-таки быстро бегают, сильно пинаются. Восемь бьют, в отличие от площадей, деревянные копыты не очень сильно. Несколько насиливают, деревянные ноги. С выбросом? Или мы прямым этим самым копытом? Могут сверху, положим. Повел там? Бывает, на задние ноги встает, серия ударов идет. Двое бывает, да. Поэтому там воспитателю уже не надо каждую ночь идти в лес с лосятами. Вечером открываем калитры детского садика, выпускаем. Они сами выходят, гуляют где-то в радиусе километра, ищут себе разнообразие пищи. Восстателем с лужом идет, да? Нет. На ночь в лес с лосями? Без оружия? Без охоты. Без охоты. А медведь там, не знаю, собаки? Я вам говорю, случаях нападения медведей не было. Я понимаю, особо. Особо как это такое? Без охоты. Без охоты. Приходят в лес, разводят костер, берет костер, бегает, бегает. Собаки чувствуют запах дома, значит, там человека. Они практически не подходят. Ну, есть антидок, средства там, шумовые различные, средства, да, можно посуметь. Опять же, если где-то чего-то кто-то давал, воспитатель, побежал, лосята все за ним, он остановился, они остановились, он побежал дальше, они за ним побежали дальше, вывел в безопасное место, все хорошо. Ну, и каждое утро, эти лосята, где-то с 50-х, будут сами возвращаться сюда на ферму, потому что, привет, вот, ребят. Расправленная ферма. Все что? Хорошо все вести. Вопросы? Может, что-то непонятно было? Все рассказал. Заканчивается, да? Да. Что с анатолием случилось? Заканчивается? А, смеется, он принадлежал профсоюзов, потом... Честные руки перешел, да? Да, да. Пытались восстановить, пандемия началась. А, еще пандемия добилась. А когда следующее кормление? Кормление их? Два часа. Да, бедняжники, за двух часов. То есть, из бутылочки с сосочкой, как и детей? По очереди. Сначала одни. Диазму говорят, молоко чуть ли не за 10 сеансовое, да? Нет, курс в течение 21 день, выпивают 3 раза в день, по стаканчику 150-200 грамм до час до этой. Это час. Двадцать один день? И санаторий тоже с тобой. Сколько надо? Литр? 10 литр. А, вот он, число 10? Ну, 500 грамм. 500-600 грамм в сутки. Антон. 10 литр. А скажите, пожалуйста, у нас вопрос по поводу пакашек. Есть вот большие, а есть маленькие кружочки. Кто из них? Как? Так повезет? Так пойдет? Нет, нет, нет. Бывает, чего-то наелось, лосика, да? Диарея началась, естественно. А, ну то есть, это все лосины? Да, все лосины, да. Нет, охотники просто говорят, по форме вот этих орешков можно определить, самец или самок. Я наблюдал, честно говоря. Ничего не понял. Соответствия не нашел, да? Да, нет. Ну зачем? Не, ну просто внешне даже подходишь, видишь, ну лосика сходила, там самец сходил. Ничем не сходил. Понятно. Почему так люди считаются? Ну, охотник, я не думаю. Охотник, тут много байков. Охотник, да. Так и параграмм тоже. Количество отростков тоже. Спасибо большое. Интересно. Если вопросов нет, тогда мы с вами помочим. Проходим в воду. Можно в сувениры дадите. Как я не знаю, что такое? Поехали. Выходите. Есть, есть. Есть, есть. Среди университет. Домой приедет, пожалуйста, смотрите. Домой приедет, пожалуйста, смотрите, все плечи. Медой обработано. Вот она! Сыночка, иди сюда! Субтитры создавал DimaTorzok